Добрый вечер, сегодня пятница и мы опять говорим о ЖКХ и о начале отопительного сезона в Одессе. Отопительный сезон идет уже полным ходом. Самое главное, могу с уверенностью сказать, что на сегодня все школы, все детские сады и все больницы уже с теплом. Да, были острые моменты, надо в этом сознаться по 121 школе, по 58 школе. Но тем не менее, на сегодняшний день все уже с теплом. Также в этот отопительный сезон мы столкнулись с таким явлением, как частные котельные, как недобросовестные операторы. Затянули ситуацию до последнего, буквально вот уже в начале отопительного сезона заявили о том, что они запустить сезон не могут. Вопросы очень острые, альтернативы нет. Естественно, в режиме форс-мажора пожарной команды мы решаем эти вопросы. Буквально из самого наболевшего это котельная на переулке Хвойном. Сегодня, наконец-то мы уже запустили котлы, я в этом лично убедился. Больше 4-х лет не могли нормально решить этот вопрос. А тут, на секундочку, речь идет о больших домах. Пара 16-ти этажек, остальные 9-ти, 10-ти этажные. Вы сами понимаете, какое-то количество одесситов в начале зимы оставались без тепла. Сегодня в этой котельне уже котлы запущены. По всем остальным недобросовестным операторам мы тоже ведем активную работу. Город будет бороться за то, чтобы все жители города зимой были в тепле. Еще из актуального, чем бы хотелось это поделиться. Сейчас в СМИ появилась информация о том, что будут пересматриваться эти тарифы в сторону уменьшения. Чтобы не спекулировали этой информацией, что хочу сказать. Да, разговоры об этом велись. Да, об этом говорил городской глава на сессии городского совета. Сказал изучить этот вопрос, и мы его изучаем. На сегодняшний день все ЖКСы начали финансово-хозяйственный аудит. Мы уже говорили об этом, и по результатам выводов этого аудита мы уже сможем, скажем так, это полноценно сказать о том, где стоит уменьшать тарифы, где не стоит, и вообще где их стоит пересматривать. Снова-таки хочу напомнить, что на все сообщения, которые заходят это ко мне, я стараюсь вовремя отвечать. Напоминаю, фейсбук веду я сам, поэтому пишите, звоните. До следующей недели. До свидания.